МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В Минэнерго опасаются увеличение разницы цен на дистопливо в Казахстане и России. В Казахстане был запущен новый проект, который защитит инвесторов от коррупционных рисков. В области на реках появился первый лед, и сразу же этим воспользовались любители рыбалки. К электроветке Север-Юг предложили соединить Западный Казахстан. Об этом шла речь на конференции энергетиков в Астане. Но чтобы достойно встретить растущий рост потребления электроэнергии, нужны очень большие объемы инвестиций, средств на которые у государства нет. Рост спроса на электроэнергию происходит в условиях высокого износа электрогенерирующего и передающего оборудования, достигающего уровня 60-80%. Всемирный банк опубликовал свой анализ электроэнергетического сектора Казахстана. В нем аналитики советуют проводить реформы в этой отрасли. Электроэнергетика является системой, образующей отраслью экономики любой страны. Наблюдавшийся в Казахстане вплоть до последнего времени экономический бум сопровождался столь же стремительным ростом потребления электрической и тепловой энергии. Однако сегодня наша энергетика, созданная в основном еще в советское время, подошла к пределу своих возможностей, изношенной почти 80% сетей. Чтобы поддержать в нормальном состоянии и расширять возможности электроэнергетики, правительство Казахстана считает, что до 30-го года в отрасли необходимы инвестиции в сумме 5,5 миллиардов долларов. По оценке Всемирного банка, эта сумма должна быть почти в 8 раз больше. Что называется, почувствуйте разницу. То есть, без частных инвестиций в эту отрасль правительству никак не обойтись. Но инвесторы не торопятся. Инвесторы пока идут слабо. У нас большой потенциал, есть, вы правы, на западе Казахстана. Тем более, что попутный газ с каждым годом, мне кажется, будет увеличиваться. Я, конечно, не газовик, но я слышу, что за 20-м, за 30-м годом там газа будет очень много. И, естественно, лучше его сжигать на местах и доставлять электроэнергию в необходимые регионы. И тем более, это маневренные источники. Это источники, которые могут помочь нам в балансировании. Для этого нам необходимо объединять Западный Казахстан с единой энергосистемой. Еще одна проблема, говорят эксперты. Законом были ограничены возможности по приватизации и разукрупнению больших активов в отрасли. Начиная с 2008 года и практически до последнего времени, несмотря на объявленную вторую волну масштабной приватизации, правительство активно наращивало государственное участие в электроэнергетических бизнес-активах. То есть, вместо запланированной борьбы с олигополией в этой отрасли, правительство делало полностью противоположное. Вместо совершенствования рыночных отношений и конкуренций, правительство вернулось к командно-административному регулированию и к ручному управлению в электроэнергетике. Как можно, как можно ОРЭМу, ОРЭМу, ну теперь Крымзыка, менять функции? Функции, касающиеся контроля и регулирования в сфере естественных монополий. Они заменили, оказывается, они руководство осуществляют. Вместо контроля и регулирования руководство. Когда ждать нового дефицита топлива? Ситуацию с дизелем в Казахстане объяснили в Минэнерго. Ведомстве опасаются увеличения разницы цен на дистоплива в Казахстане и России. Изменяются в большую сторону прайсы на заправках в связи с сезонным ростом транзитных автомобильных грузоперевозок. При этом повышенный спрос на казахстанское дистопливо возникает из-за разницы цен на рынке Казахстана и в приграничных регионах соседних государств. У каждого процесса, тем более для роста цен на топливо, есть свои причины. Попробуем их назвать. Даже при том, что интереса к дизельному топливу в массе своей нет, этот вид горючего важен более для сельскохозяйственных предприятий, нежели для рядового потребителя. Но производство дизельного топлива в республике нестабильно. Оно то заметно возрастает, то резко снижается. При этом количество транспорта, работающего на дистопливе, в Казахстане за последние 6 лет увеличилось вдвое. Хотя процент по-прежнему невелик. Всего 1,5% от общего количества зарегистрированных авто. Но почему же может возникнуть дефицит? Либо мы должны поддерживать тот паритет цен, который в Казахстане сложился. Но тогда, если в Российской Федерации еще вырастут цены, тогда у нас может возникнуть дефицит. То есть будет вывозиться практически все. Второй путь – это нарастить цены до уровня российских. Но это такое, я так скажу, наверное, из области фантастики. Сделать такие цены, там 250 за дизель и 240 за бензин. Из области фантастики. Но это тоже путь, который мы сейчас не отбрасываем. Так, розничная стоимость дизельного топлива на сопредельных рынках выросла. Если учитывать налоговую разницу между РФ и РК, то розничная стоимость дизельного топлива на рынке России больше, чем у нас. При сером экспорте такая разница на руку предпринимателям. Доходы достигают до 30 тенге за литр. При разнице на пистолетах в сопредельных территориях минимум 60 тенге. В условиях прозрачности границ России и Казахстана все это ведет к перетокам нефтепродуктов в приграничных регионах. Вместе с тем, министерством отмечалось об ожидаемом снижении цены на дизельное топливо в ноябре этого года. Так как с 1 ноября этого года акцизная ставка снижена. Вышеклазная просьба по снижению цены на дизельное топливо относится не только к владельцам крупных сетей, но относится ко всем владельцам автозаправочных станций без исключения. С 1 ноября акциз на дизельное топливо был снижен. Поэтому нужно принять меры всем заправочным станциям по снижению на адекватный уровень цен на дизельное топливо. В Казахстане даже с учетом модернизации и ремонтов действующих НПЗ дефицит дизтоплива может возникнуть. Напомним, в начале августа в стране резко подражало дизтопливо в разгар уборочной кампании, поставив фермеров на грань банкротства. А безысходности они отправляли на поля лишь малую часть техники. Никто же не станет отрицать, что сезонное увеличение спроса при существенном оттоке части топлива на серый экспорт может привести к дефициту. А дефицит, как известно, развязывает руки торговцам. Боржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Казахстане был запущен новый проект, который защитит инвесторов от коррупционных рисков. Инициаторами выступило Агентство Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сегодня представители агентства посетили ряд предприятий, с которыми уже подписаны соглашения об антикоррупционном сопровождении инвесторов. Первым объектом посещения стало предприятие по изготовлению медного кабеля. Производят его на современном итальянском оборудовании. В настоящее время здесь проводят узконаладочные работы. За процессом следит IT-специалист из Италии. Официально производство кабеля еще не запущено, но оно считается самым крупным в Казахстане. Мы взяли кредит в сумме 2 миллиона долларов и государство субсидирует 10%. Данная продукция будет реализовываться по Казахстану и также готовимся вывести нашу продукцию за рубежом РФ. Медный кабель изготавливают для нужд промышленности и быта. На заводе трудится 80 человек. Мы выпускаем кабели в исполнении НГ, НГ-ЛС, НГ-АШФ. То есть это кабели НГ, это не поддерживает горение при одиночной прокладке, самый простой. НГ-ЛС это так называемый лоу-смокинг, то есть не выделяющий дыма при горении. НГ-АШФ это безгалогенный, то есть не выделяющий вредных веществ при горении. То есть его возможно использовать при строительстве торговых центров, где большое скопление людей. Также борцы с коррупцией побывали на предприятии по переработке шкур крупного и мелкорогатого скота. Открылось оно в конце прошлого года. Проектная мощность в смену 700 шкур крупного скота и 2500 шкур овец. Сейчас, естественно, мы работаем не на полную мощность, где-то ориентировочно около 30% мощности. Работают у нас люди все местные, специалисты, работники, рабочие, 60 человек. Мы подписали соглашение об антикоррупционном сопровождении с департаментом, благодаря которому мы спокойно себя чувствуем, работаем и ощущаем себя как бы под защитой. Представители агентства смогли увидеть продукцию, которую изготавливают на фабрике. Пока это только обувь, материал привозной, но в дальнейшем здесь планируют использовать кожу животных, которую перерабатывают. Борцы с коррупцией говорят, что они готовы всемирно защищать права и законы интереса иностранных компаний, а также отечественного бизнес-сообщества. Мы хотим сделать процесс инвестирования денег и реализации проектов, эту процедуру сделать чистой. Со стороны бизнеса данный проект не требует никаких дополнительных затрат. Единственное условие, единственное требование – это не совершать коррупционных действий со стороны предпринимателей. И остальное все мы берем на себя. В рамках программы уже заключено 6 соглашений об антикоррупционном сопровождении инвесторов. Общая сумма инвестиций под данным проектом составляет около 812 миллиардов тенге. Такая работа позволит исключить 70% риска за счет присутствия агентства и его взаимоотношения с госорганами, а также 30% за счет контрольных функций агентства. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области в ближайшее время построят три новых студенческих общежития. Благодаря президентской инициативе учащийся вузов получит комфортные бытовые условия. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир Хана на данный момент 100% обеспечивает своих студентов местами в общежитиях. Наши корреспонденты узнали, в каких условиях живут будущие специалисты. У нас здесь находится стол, на котором можно перекусить еду. Газплита есть, на котором можно согреть чайник. Можно также здесь приготовить покушать до пар и после пар. Здесь есть три кровати у нас для трех человек. В доме студентов проживают молодые люди из России, Узбекистана и даже Китая. В первой половине дня здесь тихо, студенты находятся на занятиях. Но вечером в общежитии жизнь кипит. Для учащихся вузов здесь созданы хорошие условия проживания. Охрана, столовая, телевизионные комнаты. Ситуация в других вузах не такая радужная. Порядка двух тысяч студентов при Урале проживают у родственников, либо на съемных квартирах. Плюсы, что до университета пять минут ходьбы. А если живешь на квартире, то приходится ехать на маршрутке минут сорок. Но и в ЗК АТУ думают о будущем. С каждым годом в вузе растет количество студентов, обучающихся по программе СЕРПИН. В связи с нехваткой кадров привлекаются абитуриенты из других регионов Казахстана. У нас работают четыре студенческих дома, которые составляют общую вместимость 2140 человек. Но на данный момент у нас проживает около 1900 человек. Хотелось бы еще построить одну общежитию, но на данный момент этот вопрос уже поднимался и сейчас на данный момент решается. Напомню, обеспечение жильем 75 тысяч казахстанских студентов – одна из социальных инициатив главы государства. Кроме строительства новых общежитий, предприниматели могут реконструировать имеющиеся объекты – под гостиницы или хостелы. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Медики областного кардиологического центра учатся делать операции на открытом сердце. Их относят к высокотехнологичным. Обычно такие сложные операции проводили в научных центрах Алматы и Астаны. Руководство медицинского учреждения отмечает, что сейчас в области действует дорожная карта по снижению количества сердечно-сосудистых заболеваний. Два дня проходят на базе областного кардиологического центра «Мастер-класс». К нам приехали из Республиканского национального научного медицинского центра «Карди-хирург» Альбазаров и перфузиолог. Они вчера приехали, подобрали больных, посмотрели. Именно цель «Мастер-класса» – это внедрение новых инновационных технологий и обмен опытом. Больные именно сложные, сочетанные, комбинированные операции, такие как операция на открытом сердце, на сосудах сердца и на клапанах сердца проводится. Сегодня две операции запланированы и завтра две операции. В области на некоторых реках появился первый лед. И сразу же этим воспользовались любители рыбалки. Наши корреспонденты побывали на реке Деркул, которая стала местом для ловли рыбы. Сегодня 15 ноября, но в Уральске на реке Деркул уже открыт сезон зимней рыбалки. Как говорят рыболовы, ловись рыбка и большая, и маленькая. Мороз и солнце – день чудесный. Река Деркул в пригороде Уральска замерзает одной из первых. Крупные рыбы здесь не водятся давно. Но любителей зимней рыбалки это не смущает. Вырубив прорубь в тонком льду, они ловят рыбку поменьше. Впоследствии она используется в качестве наживки для крупной хищной рыбы. Кто-то ловит для себя, кто-то продает рыбу для других. Толщина льда пока не достигнет 10 сантиметров, на лед выходить запрещено. Люди время проводят окуньки, сорожка, косушка, чебачок. То есть это все используется для наживки, да? Кто для наживки, кто ее ест, кто котлеты делает. Каждому по-своему. На что сегодня ловили? Сегодня я ловлю на опарыша, на белого, на красного. Которого я покупал у своего друга в магазине. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что вскоре они проведут разъяснительные беседы с рыбаками. Погода в ноябре не предназначена для выхода на лед. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Хотелось бы обратиться к жителям нашей области, гостям, чтобы до наступления устойчивых морозов не выходили на лед. Но если все-таки вам пришлось выйти на лед, чтобы соблюдали меры безопасности на льду. Рыбакам нельзя забывать о старой истине. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске выставка роботов «Робополис» пользуется популярностью среди гостей и жителей города. Она интересна не только детям, но и взрослым. До завершения выставки осталось чуть больше недели, поэтому не упустите шанс познакомиться лично с роботами всего мира. Выставка роботов со всего мира «Робополис» работает с 27 октября в ТРК «Урал». За это время она полюбилась и взрослым, и детям, потому что на выставке посетители не просто гуляют и смотрят на экспонаты, но и взаимодействуют с ними. В начале следующей недели три дня в «Робополисе» будут праздновать день рождения самого милого жителя выставки – Алеши. Детей и взрослых ждут розыгрыши и викторины. Организаторы отмечают, что в будни цена на входной билет ниже, и нет очередей. У Алеши юбилей. Ему исполняется пять роболет. Он отрежет всех детишек уральска в понедельник, вторник и среду, на следующей неделе, чтобы отпраздновать и повеселиться вместе с ними. Каждый посетитель, вне зависимости от возраста, найдет что-то удивительное для себя. Взрослые в восторге от зон виртуальной и дополненной реальности, нейроинтерфейсов, роботов-гуманоидов. Дети любят играть со всеми роботами. Ну что можно сказать по данной музыке? Очень-очень привлекательная, очень необычная для нашего региона. Хотелось бы, конечно, еще больше таких вещей. Абсолютно все понравилось. Выставка работает в ТРК «Урал» по адресу проспекта Булхайрхана, 179. С 10 часов утра до 9 часов вечера. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Западноказахстанской области наблюдаются морозы. Ночью столбик термометра опускается до минус 18. Синомтики отмечают, что до конца этой недели погода не изменится. Стоит отметить, что самый холодный день 15 ноября отмечен в 1908 году – минус 24 градуса. Зато в 1923 году был зарегистрирован температурный рекорд – 13 градусов тепла. До конца недели погода в нашей области будет определять высокое давление. Поэтому ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью – 8-13 мороза, днем – 3 мороза, 2 тепла. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ КУХНИ ЭНДЛИ КУХНИ ЭНДЛИ Мы создаем уют в вашем доме. Мы находимся по адресу город Уральск, проспект Евразия, 87, телефон 837-671-7944. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЧто-тоIN СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДorb